Друзья, всем привет! Что же, в этой серии у нас будут сварные работы Вас 1.12 мне пригнали У нее сгнил задний правый стакан Вот у нас сама двенашка Такого интересного голубого цвета И у нас в ней вот такая вот штука Красиво, круто Стойка ушла у нас в заднюю стойку кузова Немножко зацепив тонировку, но не разбив стекло У нас здесь вот такая вот красота Где-то тут сама чашка со стаканом В общем, вот такая вот печаль В машинке Заднюю левую стойку тут пытались как-то латать Но в итоге она еще, в принципе, живая А вот правая у нас печальная Могу сказать только одно Погнали! Ебать, я обоссрался, нахуй! О-о-о-о-о! Продолжение следует... Сейчас начну подгонять карман, вот тот карман. А самое интересное начинается тогда, когда просто заводской штамп, он к вашей машине просто не подходит. Вот такой вот балтяка вылазит. Ну, видите, да, я его подогнал по его размерам, а вот там, смотрите, какая штука происходит. Не сходится у нас здесь, и вот здесь вообще образуется такая нихреновая хреновина под названием щель. Тот просто вот писец. Так, народ, наступил третий день нашей сварки с двенашкой. Как бы вот она у нас уже стоит, все ништяк. Потом ремкомплект арки придет. И пока решил заняться порогами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это просто тотал. Опача, да? Тут ничего нет. Тут у нас дыры. Коврик салона. Жесть как бы, да? Вот что у нас в итоге получилось? Получилась вот такая красота. Все уже промазал. Все уже как бы тут все ништяк. Естественно, эту часть я оставил где-то в пальчик. Вот эту часть оставил, чтобы варить под домкратник там снизу. Вот. А так, в принципе, как видите, все у нас промазано, заварено. Теперь у нас все зашибись. На этом, в принципе, у меня вру, правая сторона машины закончена. Я сейчас вкину стойку и, наверное, буду машинку разворачивать. Итак, что же, мы все заварили. У нас тачка вся полностью поварена. Тут пороги. Естественно, все внутри. Все у нас здесь проварено. Думаю, все видно. Обработано. Вся правая сторона. Опа, не туда. Вся правая сторона. Вот. И что же, это сейчас нужно будет все нам зашпатливать. И еще такой нюанс. У меня сломанный один палец. И сломанный другой палец. Безымянный палец не сломал Артемка. Первую фалангу. А большой палец я сломал, когда снимал рулевой наконечник. И ударил по нему молотком. И в итоге переломил также первую фалангу. В итоге мне теперь два сломанных пальца. Но это нам не мешает работать дальше. Итак, первый этап уже подготовки к покраске закончен. Сейчас вам, в принципе, все покажу. Правый, точнее левый порог уже загрунтован. В первом слою. Тут у нас все ништяк. Вот. С правым порогом у нас тут тоже все ништяк. Загрунтован. Но вот здесь у меня возникли пару, так скажем, нюансов. Пришлось накидать чуть-чуть финишной шпатлевочки. Чтобы выровнять, кстати, вот стык двух соединений. Я думаю, помните то, что я заднее крыло делал из двух частей. Вот так вот это у нас сейчас смотрится тут. Вот. И все будет ништяк. Сейчас мы это затрем. Снова кинем грунт. Вот. И можно будет, я надеюсь, красить. Так. Ну что, народ. Покрасил я то, что приварил. Как бы. Вот такой у нас цвет капри. Обалденный. Уже под лаком. Два слоя. Как бы левая сторона. Да. Она уже вся покрашена. И покрашена. У меня уже правая вся сторона. Все под лаком. Все под вот таким вот. Ух. Просто красотища. Я отвечаю. Смотрите, какое оно. Вау. Мать твою. Че, как думаете, может и вот эту лайбу в такой же покрасить. Потому что я тут так жахнул цвет, да. То есть, смотрите, вот отличие старой краски, да. И вот этой вот синего капри. Не знаю. Мне очень цвет нравится. Поэтому, скорее всего, покрасим семерку тоже в такой. А так это просто, ну, блин. Мне этот цвет очень понравился, честно. Вот. Так что все это оставляем уже до завтра. Все это будет сохнуть. Вот. А завтра приду и начну наконец-то ее собирать. Потому что на очереди у нас Subaru. Что же, не успел я закончить нашу двенашку, которую мы переваривали. И все, ее хозяин забрал. Как мне загнали Subaru Rake. Субтитры сделал DimaTorzok.